144 п и так с чего началась так называемая спецоперация в 2014 год году произошел военный переворот мятеж на украине так и мятеж прям да ну ну русским стали притеснять русские ушли на донбасс донбасс мы отстояли после русских стали притеснять где блять прям в киеве что того как донбасс мы отстояли мы должны были или русских сидящих там во власти про кого именно речь ладно в четырнадцатом году еще осенью и занять рубежи и славянской моторск и так далее по границе лнр днр этого сделано не было было поставлено . поскольку поскольку армия не была уверена что она может с этим справиться и не было волевого решения поэтому судьба донбасса осталась подвешенной после 14 года с 14 по 22 год донбасс весь распиливался донбасс разворовывался различными людьми часть из них были администрации президента часть из фсб часть привлеченные олигархи такие как кученко это люди которые воровали деньги у жителей донбасса которые находились в нахуя воевал за этих людей скажи не признанных республик продолжаешь это делать лнр и днр вы не признанные прошу заметить лнр и днр существовали корпуса народной милиции которые в случае воровали горит воровались четырнадцатого года а чего те самые то люди о которых говорят которые в донецке в луганске до сих пор там спустя-то 8 лет хотят быть с россией вас обворовывали а вы хотите быть с ними да им похуй на вас им бабки нужны нападение украинцев должны были дать достойный опор однако эти корпуса не существует не существовали по факту было минимальное количество бойцов и определенное количество генералов просто распиливали эти деньги при зарплате в 40 тысяч 20 тысяч оставлялась в касте 20 тысяч давалось тому кто подписывает если боец существовал и сидит дома подготовка не велась а мертвые души просто получали эти деньги генералы получали за мертвые души эти деньги и бюджеты пилились донбасс был прекрасным местом где распиливались деньги как сотрудниками администрации президента сначала это был сурков потом был казак фсб тоже была абсолютно понятная иерархия генералов теперь по тому почему началась спецоперация упали цель имели группе рад я я понял что под днепру и башет ну как бы я же не слепой ребят которая находилась по границам с дамба с территории донбасса как раз ту которую мы проламывали от попасной до артемовска эта группировка состояла из различных добровольных скажем так националистических формирований а также состояла из действующей армии блять тег привожно ну ёптвать я только подрубил его он специально отвлекает меня от просмотра его видоса я не понимаю что ты там опять начальник генштаба не успокаивается ошибка любого африканского диктатора наносить удары авиации по жилым районам прямо сейчас в воздухе два борта под номером пятьсот двадцать три и пятьсот сорок шесть которые пытаются нанести эти удары запомните парни вам родина не простит ударов по своей территории надо проявлять смелости бить по территории противника когда наша пехота двигается поэтому домыслы которые говорят о том что мы мешаем сейчас кому-то на фронте воевать это домыслы мы никому не мешаем мы мешаем спасти свою задницу преступникам которые уничтожили около сотни тысяч русских солдат у герасимов и шойгу герасимов же кто кто там по нему стреляет блять я не понимаю где вообще алё пиздец блять ладно ждем дальнейшей информации это группировка обменивалась выстрелами мы били по ним они били по нам и это происходило все эти долгие восемь лет с 14 по 22 иногда нарастало количество различных перестрелок грубо говоря обмена боеприпасами обменом выстрелами иногда уменьшался 9 9 да он говорит до начала поломасштабного всего вот этого вот до 24 февраля описывать что было в донецке пиздец тоже отлеты слышно прямо с города отлеты на двадцать четвертое февраля ничего сверходинарного не было так класса мечтых перестрелок грубо говоря обмена боеприпасами обменом выстрелами иногда уменьшалась на двадцать четвертое февраля ничего сверходинарного не было сейчас уже министерство обороны пытается обмануть общественность пытается обмануть президента и рассказать историю о том что со стороны украины была безумная агрессия и они собирались вместе со всем блоком нато на нас напасть поняли да еще оказывается теперь и это пиздеж и нато не собирались нападать и украина тоже так чего опять-то блять т.г. и чё где долбоёбы мы это послушали уже нехуй на стриме засыпать ничего нового нет где начальник генштаба не успокаивай алё блять мы только что слушали начальник долбоёбы сука конченый следите за стримом внимательнее пожалуйста поэтому чаще пьет спецоперация так называемый 24 февраля она была начата совершенно по другим причинам значит теперь по армии армия по совершенно другим причинам была начата война а по каким даже интересно давать послушаем начиная с двенадцатого года началось все раньше сердюкова но начиная с двенадцатого года когда туда пришел шойгу армия не занималась ничем каждому срочнику выдавалось по три патрона как худшие советские времена хотя в советские такого тоже не было они не занимались боевой подготовкой они не обучались на различных видах вооружения тем более современного и поэтому в россии армия была в настолько ущербном состоянии что никакие крупномасштабные боевые действия вести она не могла позорные компании типа сирийской где чвк выполняла основную задачу армейцы летали на самолетах абсолютно позорные хамские вещи которые они выделали в сирии типа пересечения границ соседних государств на самолетах о которых многократно все командующие предупреждали шойгу и герасимова они не дали армии никакого боевого опыта огромное количество генералов увешало себя как елку звездами героя российской федерации большинство из которых никогда в жизни не выезжали герои россии получали просто за то что один раз на комфортном самолете с кожаным салоном и полированным столом генерал вылетал из москвы в сторону хмимима и возвращался обратно за это получали звезду героя российской федерации звание фактически дискредитировали уничтожили это звание клоуны которые целыми днями ходили и вылизывали задницу министру обороны его свиты они получали следующее звание воинские все почести и награды солдат при шойгу перестал существовать как существо которое может сказать хоть какое-то слово мнение которого может быть услышано поэтому абсолютно отсутствующая подготовка в армии отсутствие управления отсутствие вооружения и многие другие хорошо встретили российскую армию 24 февраля благодаря то мы сейчас такой ситуации как бы и находимся вся операция держалась в секрете не получилось захватить украину командарты которые должны были управлять серьезнейшими направлениями в случае начала собственно говоря войны которая была развязана они не в курсе были что было что происходит победные карты как во времена великой отечественной войны с красиво нарисованными фломастером и карандашами разукрашенными стрелочками ходили носили министру обороны шойгу те кто никогда в жизни оружие в руках не держал и поэтому получилось то что получилось значит теперь основы почему началась спецоперация а красивая история демилитаризация идентификации украины она была бы возможно случае если бы за три дня был бы сменен режим хотя насколько я погружен в эту историю зеленский когда стал президентом был готов к любым договоренностям все что нужно было сделать это слезть с олимпа пойти и договорить оказывается давата все время говорила зеленский не хотел но перед тем как началось это вторжение соответственно зеленский буквально заявлял я блять звоню путину трубку не берет были попытки договориться но они игнорировались и уж точно не зеленский вот я это говорил мне в ответ ну ты там долбоеб дурак чё несешь хуйню несешь давай теперь пригожим то же самое ответить вся восточная украина населена людьми которые генетически русские я а я генетический американец тогда и поэтому то что сегодня происходит мы идем этих генетических русских убиваем так вот бездарно спланированная операция проведенные перед этим учения и почему-то кучка недоумков решила что они настолько хитрожопые что никто не поймет чем они занимаются во время учений и никто не остановит их когда они пойдут в киев и никто бы не остановил если бы эти дегенераты не выстрелили длиннющие колонны не дали бы по 0 2 быка на каждый вид вооружения 0 2 быка это несколько часов боя и не отправили голых и босых солдат в сторону киева и на другие участки ни одно государство как я уже много раз говорил не имеет на своих границах ту оборона которая может противостоять проникновению армии даже если она идет с одним снарядом поэтому они на кондачка заскочили на те территории на которых сейчас находятся дошли до киева потоптались вокруг киева вместо того чтобы принимать срочные решения и двигаться дальше у шайбу просто и не хватило он трусливо сидел в своем кабинете и в конце первого дня очень сильно удивился почему потраченные тысячи ракет которые нанесли удары не имея нормальной разведки не имея ничего просто куда ни попадя почему войска не могут продвинуться далее беспощадное закидывание в вдв под гостоми о парни которые прилетели и погибли парни не знали что они выполняют какие задачи они знали что надо встать там и выполнить свой долг и поэтому в первые дни войны шайбу погубил тысячи российских солдат он погибил самую боеспособную часть армии а боеспособной была очень малая часть армии потому что в армии долгие годы воспитывались лизоблюдство и любой активный человек он либо уходил из армии либо готов был уйти немедленно когда начался позор спецоперации в первые дни того когда русские войска зайдя бы из боеприпасов на территорию не понимали что им делать а я спрашивал у многих офицеров и генералов почему так произошло и все они говорили эти мрази я подчеркиваю они говорили слово мрази имея в виду военно-политическое руководство страны они нам не сказали куда мы идем а украинцы зная о том что проходит учение безусловно мобилизовали минимальные силы безусловно выдали люди в киеве оружие и вместо того чтобы прийти если нам это было нужно надо вид на высшее руководство страны взять на свою сторону тех кто может принимать решение и сразу предложить договоренности сказав мы стоим под киевом уже сутки мы дальше будем продвигаться продвигаться и продвигаться но сейчас у нас есть возможность давайте договоримся первое кризисный комитет в этот кризисный комитет мы вводим своих людей обсуждаем судьбу российских граждан и потом украинцы вынуждены будут идти на уступки психические больные подонки психически больные паскуды решили ничего страшного мы кинем на мясо еще несколько тысяч русских парней они сдохнут как псы под огнем артиллерии противника но мы своего добьемся и это тоже вариант и так тоже можно делать если ты готов отвечать за свои слова если ты готов идти вперед до конца но они не готовы идти до конца им хочется жить в комфорте они не готовы пойти похоронить на кладбище своих родственников как хоронят тысячи матерей и тысячи сыновей и дочерей своих отцов поэтому война зашла затяжной характер вместо того чтобы собраться всем вместе составить стол на 50 человек вызвать всех генералов всех людей которые могут дать какие-то совет какие-то объяснения у нас в стране до сих пор самоизоляция и поэтому никто из лиц принимающих решения не собрался они все переговаривались по телефону и когда в начале спецоперации я начал готовить подразделение чувакова потому что возможно придется срочно вылетать из африки это было уже известно в конце февраля 22 года когда я собрал оперативную группу у себя в офисе должен отслеживать что происходит то было понятно что идет чудовищное позорное поражение наших солдат солдаты гибли солдатом наносить nice hair style thank you thank you беспощадные удары не только по им жизнью но и по репутации африканские лидеры начали массово связываться со мной и все задавали один вопрос как россия смогла докатиться до такого чудовищного позора вторая по силе армия мира которые так распяливали конечно было понятно что это не так это был воздушный пузырь но хоть что-то можно было из этого показать позорно было за то что россия попала в такую глубочайшую задницу все рассчитывали на чудо на тактическое ядерное оружие на юдреную бомбу которую вот-вот бросил на варшаву но яиц не хватает слабоваты дедушки не могут они выйти из зоны комфорта в то время я еще был но вот привоженный вышла зона комфорта поссорим че будет дальше до прихода на фунтинскую набережную в генштаб шойгу каждый день все так же пировал за своим столом у него были так точно так же торжественные обеды которые каждый день проводят с часу до двух куда собираются все замы столы ломятся от икры и коньяка он точно так же принимал гостей подарки в середине марта нас позвали на войну шойгу спрятался его было не видно это был трясущийся деток который думал о том как бы ему выйти из этой ситуации и в этот момент и вот это было вышло на свалку истории уже это судить и наказать зато инвайт получил он уничтожен уже в то время десятки тысяч жизни пацанов появились первые дезертиры для того чтобы никому не стало известно о том что они есть начали расторгать контракты за одним числом и в итоге военные которые получали годами зарплаты которые получали квартиры которые жили за счет государства за счет обычных мужиков которые работали на заводе на тракторе или еще где-нибудь эти военные уехали домой не было никакого понятия что такое дезертирство а после этого этих мужиков которые содержали годами этих военных их взяли поставили под ружье и сделали из них мобилизованных а теперь давайте от мобилизованных остановимся для чего была нужна война война нужно было для того чтобы кучка тварей просто по торжествовала и попиарилась показав какая насильная армия чтобы шайбу получил маршала этот указ уже был готов а ты помогал им в получается ты принял их приглашение их invite вступить в эту войну и начал там соответственно всю эту суету наводить помогая им получается вы каких-то целях или его тоже обманули как и путина душа пригожин он такой знаете обратил внимание он пиздит на всех но кроме путину путин бедный дурачок поверил наивно да как бы рассматривая все эти папки с листочками и она такой же он тоже не знал или все-таки знал все это время и получил вторую звезду героя потому что он же наемник ему похуй так похуй что вдруг неожиданно стало не похуй если ему похуй он просто наемник чё он сидит сейчас тут распинается очень хотелось войти в истории как великий туинский военно начальник который стал дважды героем и маршалом он рассчитывал на другое война была нужна не для того чтобы вернуть в наш алона российских граждан и не того не для того чтобы сейчас как бы утверждает что тема с российскими гражданами типа да на донбассе это все предлог придуманный российской властью нато тоже все это было придумано для того чтобы был как предлог какой-то а мы-то не знали блять демилитаризировать и донацифицировать украину она была но зато теперь каждый раз когда к нам на стрим будет приходить те самые ребята да с той стороны с другой позиции а я буду говорить вот тоже самое что сейчас говорит пригожий шейф принципе давно говорил постоянно но мне говорили что тупой теперь у них не будет повода это написать мне понимаете ответить с агрессии как же так ваш слон по сути говорит то же самое что теперь как теперь с этим жить и с этим быть слон оказался блять кем черепахой получается что ли на ради одной звезды с дополнительной вышивкой по периметру чтобы один человек психически больной когда ляжет в гроб что кто это он про кого это чтобы на подушке принесли эту звезду а шайгу это первое а второе война нужно было оригархам она была тому клану который сегодня фактически управляет россии этот оригархический а путину она не нужна была конечно же он получает все что возможно если у этого клана закрываются зарубежные бизнесы то государство тут же делит внутренние бизнесы и передает их ему а поэтому сажают бизнесменов закрываются банки для того чтобы клан не терял объемы своих денег и банки закрываются я пока вижу только в америке мне нужно они уже давным-давно сделали для себя все клиники в которых специальные аппараты чтобы не дай бог он раком заболеет и все остальное чтобы прожить как можно дольше это оригархическая верхушка она думает только об одном как проволочить свое тело как можно дольше и чтобы тело находилось как можно в более хорошем состоянии это их заболевание мозга они не думают ни о стране ни о людях и ради этого воюем до получать себя так вот вторая важнейшая задача операции ну шо вата нормально вам не с такой информации теперь неким президентом украины медведчука того самого медведчука который уже заранее пробрался в киев сидел и ждал когда придут войска зеленский убежит все сложат оружие и он станет президентом задача была материальных активах которые необходимо будет поделить после того как они возьмут ее под контроль и неплохо было бы наказать режим зеленского неплохо было бы наказать американцев за то что они сделали госпереворот в четырнадцатом году на украине но для этого было много времени которое было упущено упущено я вернусь коли вы сейчас про материальность модели ряду не в этом дело как бы вы 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 американцы до люди там украине они как зомби наверное были тогда в четырнадцатом году скидить до 4 вот кто на майдане был там сколько людей вышло тогда на майдан и все как один на всех повлиял это поганая америка всем в голову залезла и заставила обычных граждан украины выйти тогда на улицу чего же америка не может так заставить людей в россии выйти тогда если все так просто да щелчком пальцы раз все вышли это америка на кнопку себе где-то над киевом распылили видимо какие-то эти штуки о хуясе спб а ты чего же офнул что быстро ты сдался быстро спасибо жители ростова сообщает что около часа что уже около час слышны звуки в вертолетов но не взрывов же правильно уюта окей звуки вертолетов и приложен значит под эти звуки вертолетов сообщает только что вертолета открыла огонь по гражданской колонне был сбит расчетами чвк вагнер звони живцом мнения рано 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 он сказал в каких случаях это хуйня в том плане что опять же да и мы видим только слова подтверждение никаких нет до сих пор ни фотографий ни видосов я понял такое не записывают вот но тем не менее да люди даже не слышит кто в ростове они даже этого не слышит кроме того что вертолеты летают а то что там кого-то сбивают взрывается это пока что вот как только что-то там начнет вот это вот проявляться где-то вот видит видео фото или хотя бы звуков блять тогда ок а тут конечно он такие вещи говорит и бать ничего они сбили вертолет так прилет в киеве я ваху еще происходит блять в киеве пиздец взрывы днепре тоже громко разговаривали про финансовые средства потому что воровали на донбассе пачками но захотелось больше куда больше блять у них миллиарды что они с этими деньгами собираются делать не понимаю куда больше зачем да тебе на всю жизнь этих денег хватит на несколько жизней больше блять еще и войну для этого начинал ну вообще что ли больно коллекционирует звер резидивист рецидивист рецидивист спасибо тебе большое за подписку решили поставить медведчука медведчук был арестован его поменяли на весь азов но если мы хотим донацифицировать украину ведь азов это основа националистических структур украины для чего мы его поменяли почему нам так дорог почему не отдали чтобы расстреляли и самый главный вопрос почему мы не поменяли на пленных бойцов почему мы не применяли азов на солдат а поменяли на эту падаль на медведчука у которого все что есть это хорошие дружеские отношения с путиным скажем так в руководстве страны бля он так обходит так пытается прямо увернуться от имени фамилии сами знать кого вот скажи ты ну путин но он такой типа ну вы знаете какого хуя вообще что так боится вот он не хочет путина обидеть все таки да то есть у него все виноваты но путин путин свой наверное да друг все таки когда-то он в принципе имеет то что имеет благодаря путин уже по сути а путин в свою очередь в кремле сейчас тоже сидит принимать но наверное за пытается принимать какие-то решения и тоже а как быть вот два друга на блять путину докладывают а шон там а кто приказ отдал ебашить сейчас вот пригожин голосовые сообщения записывает ну если бы путину так был важен пригожин как например медведчук которого обвиняли на азовцев вряд ли бы сейчас пригожина хуярили и по телевизору бы объявляли все это и уголовное дело но опять же это обращение было записано до того что как то что сейчас происходит поэтому возможно сейчас он начнет уже открыто про путина возможно что-то говорить пока еще не говорил после того как взяли херсонскую запорожскую область первое что произошло оттуда начали массово вытаскивать бульдозеры металл и так далее когда мы взяли попасную и поставили охранение на завод так и думал блять начнете сейчас перед раздаваться суки блять произошли ну для ребят машин я не знаю французские корни вышло можем франции блять блять бонжури ёпта прошло в душе француз а снаружи русский эти заводы мы взяли ну не разрушить почему бы на них не работать туда пришли люди начали снимать оборудование и вывозить в сторону россии артемовский завод шампанских и вин который нам удалось сохранить ну просто потому что так случайно получилось когда брали эти шахты было там небольшим перестрелки и украинские подразделения просто убежали от страха о том что будут уничтожены артемовский завод шампанских вин мы из него взяли 10-15 бутылок на сувениры отправили две машины украинским женщинам все остальное лежало на месте сегодня уже принимаются решения когда он будет запущен аска что стрельба ростов кого скиньте мне видео какая стрельба блять первое видео которое сокращается показывает бой чего к вагнер и подразделениями на ворону чего-чего как понять звони рано 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 стоит меньше видео вертолетов с над ростом были так видеоколон так подожди окей кроме этого видос еще что то есть вот вы же в ростове кто тут в моем чате вагнер сбил вертолет так мы видели эти видосы но пока только одно видео блять и все непонятно откуда не видишь нихуя кроме выстрелов каких-то я с ростова все тихо я не вру но если не врешь то ладно так это им бы старое видео но я же ничего говорю ничего не понятно одно видео только губернатор губернатор ростовской области голубев прокомментировал происходящее сложившая ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка правоохранительные органы предпринимают все необходимое чтобы обеспечить безопасность жители области прошу всех сохранять спокойствие когда российская власть говорит про то что прошу всех сохранять спокойствие люди на это реагируют полностью да наоборот потому что доверия нет и без необходимости не выходить из дома а то есть уже из дома нельзя выходить все ну окей вы скинули видос где якобы чего к вагнер еще кто-то но подтверждение нет поэтому как бы хуй знает ребят ждем дальше опять ждем какого хрена будет запущен кому он будет принадлежать кому будет прибыль приносить уж сто процентов не народу донбасса сто процентов тут же найдется хозяин который будет пилить эти бабки и поэтому все что произошло наша священная война с теми кто обижает русский народ с теми кто его пытается унизить превратилась просто в рейкет а вернее в крысятничество поднятая в ранг закона в ранг национальной идеологии 19 марта впервые я приехал на территорию украины я спросил у командующих на местах почему мы не подаем количество убитых и раненых наших бойцов мне было сказано о том что наверху это никого не интересует есть задача как вы готовы помнить и сколько погибнет будем считать потом после войны фанат никого не интересовало какими усилиями будет достигнута победа и в то время когда мы прибыли о победе уже невозможно было говорить потому что это в киеве в киеве в дом попали в очередной раз посчитать сколько уже сколько за полтора года в вас нет власти тусает спасибо большое за платную подписочку или микро продвижение для того чтобы получить контроль над украиной надо было либо взять донбасс либо выйти на уровень левого берега обломок либо захватить ее все на хуй разница обломки попали в дом люди пострадали не стреляли бы российская армия по киеву ничего бы не без айвова без западной украины или с айвовом это же отдельная история либо просто поменять руководство руководством поменять не сумели донбасс было уже тогда понятно что вы его такими усилиями не возьмем каждый день требовалось показать продвижение на 50 100 200 метров не было управления были сплошные истерики вооружение бардак люди везде бардак просто хаос даты если бы этого не было хаоса то вместо 1 без 10 человек погибал войне но погибало 10 вместо этого 1 за жизни этих солдат кто-то должен ответить они не вернулись домой часть потому что их похоронили и огромная часть те кто без вести пропавший мне каждый день пишут родственники вопросы задают различных бойцов не имеющих отношения к чувакова парни к дружке в минобороны то количество без вести пропавших которые мы видим она просто невозможно их просто выкидывали как мясо потому что не было возможности забрать на территории и до сих пор это скрывает отдельная история это непрофессионализм генерального штаба с первых дней у солдат у офицеров и у генералов всегда ходила в качестве шутки для того чтобы выиграть войну все что нужно сделать надо закрыть фрунзенскую если какое-то подразделение достигало каких-то результатов на участке фронта его тут же половине ли половина должна была продолжать эти наступательные действия ну очевидно что она уже не могла это делать а половину забирали и перекидывали на другой участок фронта для чего это делалось мы все считаем что это просто от безумной глупости потому что сам лично начальник генштаба и шойгу они управляют всеми операциями если генерал считает что нужно сделать так то в любом случае его заставят заткнуться и скажет как надо делать если он не послушался как это сделал там муранов там и другие генералы его выгонят если он послушался то погибнет огромное количество людей но это будет списано потому что он послушный эти остатки воинских формирований перекидывались с места на место для усиления в итоге нет ни одной бригады ни одной дивизии которая могла бы воевать в полном составе все перемешано вот так вот из-за этого идет тотальное отсутствие управления постоль поскольку нет управления модераторы забери разберись с чатом пожалуйста я не понял какого хуя вы там спите блять охуели представь что если у пригожина получится охуеет кадыров и уже с ним будет заварушка бля ну мне кажется кадыров как бы ну скажем бля пригожин сорян что-то бакану зря давай вместе то у каждого военачальника есть своя причина и в итоге для того чтобы начальник генштаба не бился в паранойи не пытался уволить а идет структура сначала нгша после этого министр сначала тебя увольняют потом ты должен извиниться перед ними сказать что будешь верно служить и дальше унизится как это кстати произошло степлинским в итоге и тогда ты остаешься в обойме отсутствие управления погубила 80 процентов солдат которые погибли в этой войне следующее боеприпасы о для всех россиян нужно понимать так и припасы есть они лежат на складах но их не дают их не выдают только по какой потому что опять же низкопрофессиональные люди считают что эти боеприпасы должны лежать подмосковье на всякий случай если вдруг случайно их самих кто-то заденет что и поэтому если забрали снарядов на 5 миллионов то придется оплатить страховку в народе называется гробовые 5 миллионов соотношение оно абсолютно идентичное но генералы считают что народа много те которые принимают решение генералами те кто на земле вою и поэтому солдат губят вместо того чтобы расходовать снаряды с вагнером отдельная история нам не давали снаряды для того чтобы нас уничтожить может они прекрасно понимали что мы останемся той силой который не будет вылезать задницу обратите внимание который за 30 минут своего вот этого разговора пригожин могу ошибаться но по-моему ни разу не сматерился надо учиться у него а тут вот эти метки твичовские не хочется их использовать при вот сюда загоняет солдат в могилы агрессивно говорит но без мата нас пытались уничтожить в бахмуте не получилось мы вышли из бахмута нам минировали выходы не получилось нацелено все чтобы уничтожить чувака вагнера они всегда до министром культуры станет еще надеются что они могут выиграть эту войну но а столько поскольку отсутствует управление отсутствует военные успехи то руководство минобороны она тщательно обманывает президента и президент получает те доклады которые никак не соответствуют действительности опа ну вы поняли да обманывают вот ну наконец-то про президента начал говорить но и тут ведь все неоднозначно блин формируются две повестки так одна на земле друг а спасибо угла смотри что у меня здесь блять не видно ну ладно говно ну типа кал какашки овечье ну да козьи какахи а на столе у президента и поэтому мы целыми днями слушаем про 60 уничтоженных леопардов про 3000 уничтоженных солдат противника когда ты уничтожаешь леопард ты поднимаешь птичку и снимаешь и он стоит на месте сгоревший видеоролики которые широко разошлись в сми подключите путину интернет ну пусть зайдет в тг канала почитать у меня посмотрит мой стрим посмотрит и наконец-то узнает всю правду надо там пять заложных уничтожили 20 зеленских блин вот как в такое можно поверить ну блин наверно он реально в это верит и это верит он же недавно в там где он сидел с этими блогерами общался он даже заявлял и там подаляка с таким вот взглядом сидит такой типа там по взгляду было понятно люди которые бы окружали что они они сами все таки блять серьезно ладно мы и сказать то ничего не можем против мы просто идем в ахуй и впитываем случай когда украинцы напоролись на нашу авиацию были высчитаны заранее и авиация потом пехотинцы что распространяется неподвиженное видео на котором слышно звук вертолета и выстрела снято якобы в ростовской области ебать ебать это чё нахуй было ёбаная тетя откуда оттуда уебали зубарев и бать зубарев ты как там оказался на ясном чувака вагнер получается так это мы видели да у меня но зубарев завтра подрубит мы узнаем правда это не правда блять что это вообще такое происходит и были уничтожены то что было уничтожено 2 леопарда плюс один там плюс несколько бренды все это показывается с разных сторон никто не уничтожал 60 леопардов это полная тотальный чушь шо с и балом живет по принципу чтобы вложь поверили она должна быть чудовищная и поэтому идут обманы две реальности на земле сейчас на сегодняшний день российская армия отступает на запорожском херсонском направлениях высу продавливают российскую армию мы умываемся кровью резервы никто не дает управление никакого нет по-прежнему истерики в которых начальник генштаба после стакана водки визжит как баба базарная как свинья в телефон требуя вернуть позиции и все что может сделать с командующим русской все возвращено и нарисовать на карте красную полосочку на несколько километров севернее чем она сегодня реально есть поэтому то что нам рассказывают это глубочайший обман и перед фактом мы встанем только в тот момент когда как было на красном лимане как было в херсоне как было во многих других местах сборище этих мразей понимая о том что они уже просрали колоссальный кусок территории соберутся и заявят о том что они перегруппировались на более выгодные позиции то же самое происходит на бахмуте противник все глубже 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 внедряется в нашу оборону противник не губит своих солдат противник экономит свою технику все что противник не экономит он не экономит боеприпасы и поэтому солдаты гибнут уходят с ранениями каждый раненый солдат завтра не возьмет автомат в руки время стремительно схлопывается все на этом резко заканчивается ну вот то что мы сейчас посмотрели после этого соответственно началось то что мы сейчас наблюдаем может быть это и не является главной причиной конечно но тем не менее база была лютая